А что мне так не хватает? Вот видите, как это работает. Они же мне не найдут вопроса. Вы так себя ведетесь. А как, Мика? Когда есть завод, извините, полезанный. Ну, извините. А это было масштабность. Нет, нет, нет. Я к вам не начальник. Я ничего не знаю. Нет, я говорю о масштабности. Не надо. Давайте слушаем звукозаписи на звукозапись. Будете все. Она видит, что вы считаете нужным. Не только по теме. Хорошо? Совершенно верно. Я считаю, что это темно. Ну, вам нужно разобраться. Справедливость и закон. Конечно. Остальное я вызывал прокурора, вызывал начальника следствия и вызывал Махарова. Махаров сейчас наезжает. Наезжает, да? Наезжает, да? Хорошо, хорошо. Хорошо, значит, сейчас будем слушать, разбираться, в чем тут проблема. Единственное, знаете, что сразу, у меня же нет ни постановлений, ни дел, ни... Подождите, вы что, не знаете закон? Суд ничего не вытрубовывает. Суду измагальность, стороны полмена даты. Так что, что у вас есть, надо все выяснить. Я не буду вас оценить, это не моя работа. Не надо мне плачать, что вам там дают, что не дают. Пожалуйста, время. В прошлый раз вы опоздали, у нас на каждое состояние отведет определенный период времени. У меня еще одно дело. И у меня следующее дело уже будут подбирать. Нам это дело надо рассмотреть, чтобы... Я же на него отвел, например, полтора часа времени. Мы должны за полтора часа... Потому что я в прошлый раз отвел там полчаса. А нам не хватило, вы опоздали. У меня уже следующее дело. Давайте не будем тут что словить, перейдем в дело. Вы, уважаемый представитель средств массовой информации, готовы? Да. Вы должны обратиться, чтобы вы будете снимать. Я должен выяснить мнение, и тогда решить... Ну, такой порядок. Сейчас. Не подумайте, оно вам расписано. Я телефоновал керевнику пресс-службы, чтобы на далекий час мне подготовиться, установить камеры. Ну, честно вам скажу, мне ничего об этом не известно. Ну, поведомляли помечника, до меня выходил. Ну, я могу вам дать вам камеру. Давайте, мы все равно сейчас наверняка не сможем начать. Давайте, мы начнем, а вы по ходу уже так мне скажете. Хорошо? Так. Прогружайте. Да. И я еще хотел... Давайте будем начинать с лучших дел. Если 30, я должен начать. Коротко. Что вы хотите сказать? Коротко и по... Коротко я хочу сказать, что я маю право снимать открытие судовых заседаний. Мне закон разъяснять не надо. Все. Я знаю. На стационарной установке смогу дозвол. Так снимайте, снимайте, незакон, незакон. Хочу пояснить еще одно... Не надо пояснять незакон. Я даже не знаю кого. Кого вы представляете? Какое средство массовой информации? Ну, это все должен знать не только судья, но и все участники. Ну, это не пришел прокурор. Я журналіст Украинского журналу «Корупционер в Украине». Вот мои посвящения могут подъявить. Да, да. Ви мне, пожалуйста, дайте заявление. Дайте, кто вы, что вы и пожалуйста. Какого плана заяву вам нужно? Ну, дело в том, что, как это вопрос решается, вот тут в книжке написано. Я думаю, вы не первый раз. Я 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 выставал экзамен и уже маю... Починаем. Судовое заседание оголошуется открыто. Призначенный час, призначенный день. Роженикидзимовским районным строительством Заборежжя слухается скарга Макарова Константина Григорьевича на решение про закрытие криминального права. Прошу секретаря судового заседания поветомить информацию про явку учасників и фиксирование судового заседания. Будьте, пожалуйста. Судовое заседание по розвителю сказано. Судовое заседание. Судовое заседание проводится в Орженикидзимовским районным строительством Заборежжя у складе головующий слідчий судья Макаров за участью секретаря судового заседания Барсуковой и представника скаржника адвоката погребной Седвани Олександрова. Судовое заседание викликалось представник прокуратуры Запорежького области, викликался начальник слідчого отдела службы податковых расследований, викликался сам заявник Макаров и адвокат погребной. Из всех тех людей, которые мы викликали, появился лишь адвокат. Зъясовывается думка участников процесса про возможность слушать дела в отсутствии не появившихся человек, а также, возможно, у участников есть информация про причину неявки будь-кого из них. Будь ласка, прошу вас, шаново, у вас есть такая информация? Значит, из нашего наблюдения... А вы державную мову, разумеете? Так. Можливо, вам потребует перекладач? С нашего спостережения... Не, не, будь ласка, дайте мне ответить. Чи вы разумеете, вы державную мову? Так. Потому что судачинство ведется выше державного. Разумеете? Перекладач не потребует? Не потребует. Уважно вас слушаю. А на попередньо, в том числе не прокурор, а слідчий, а также не з'явились на судовое заседание. Тому мы вважаем, что станет в первый час керевнику важный причина неявки ни прокурора, ни слідчего. Оскільки, я вважаю, что это было доречно, из вашего боку, зобовязать этих людей з'явиться на судовое заседание, дать пояснение, в связи с причинами было скрите криминальное поважение. У вас, какие не мают? Как вы вважаете, мы сейчас можем без них разгадать? Я вважаю, что не могу. Можем, так? Розумієте, в чём справа? Дійсно, минулого судового заседания у нас не было заседание, потому что у нас был вичерпанный час, введенный на это заседание. Это, по-перше. По-друге, на минулого судового заседания виток проводился секретарем судового заседания телефонограммом. Они приняли, однако не появилось неведомых причин. Уже в це судовое заседание суд вирішив споведомление про вручение судовых повесток. Судовую повестку отримала и прокуратура областей 12.02, и слідчий податковый 12.02. Тобто завчасно і було зазначено надати матеріали, надати поясненням. Ніхто з них не повідомив суд про те, що можливо слухати без них. Ніхто з них не повідомив, з'явиться чи ні. И сегодняшняя их неявка для суду також незрозумима. И я також их оцінюю, что это неповажная причина неявки. Вони належны или нет. Однако, однако, чи можемо мы розглянути эту справу, что вы в суду, навіть від судням, тебе скарбовали. Нема навіть постанови, ту, яку вы скаржете. И, як, чи можемо мы принять сегодня решение? Чи, можливо, мы запишемся? Они не будут запьяняться, мы вважаем, что это их интересам, будут запрещаться и применяют проведение. И те, что мы не можем от них добиться самоупостановой, я не могу вам сейчас, на декоречний час, надати самуупостанову про закриття криминального проведения. На неодноразовое зверхнение миницію постанового копия послала не надают. Светлана Александровна, ну, как вы пропонуете вирішить сегодняшнее заседание? Что мы должны сделать? Я вважаю, что нужно еще раз викликать судовое заседание правительного расследования с материалами справ, в том числе и с постановой про закритие криминального проведения. Видите, вы, как защитник, как адвокат, вы требовали у них постановку. Суд уже принес ухвалу про откритие проведения за скарги Макарова. Речи – это однофамилец. И поэтому я еще не связывал вопросов про вид вид. Я еще в вашу голову не связывал. Но я сразу же уведомляю, что это мой просто однофамильный неведомый. Поэтому я не маю упереденности. Ну, сейчас еще вопрос, что мы не решили до этой стадии. Как вы вважаете? Я не могу с ним встретиться. В суд надати пояснение. Если вы не вважаете эту постанову законную, то они должны обгронтовать и дать свои, как бы сказать, принадлежные пояснения. Так? Скажите у вас сейчас сам? Так, да. Это невозможно. Наверное, логично невозможно. А тем более, это не позволяет кодекс принять решение без всей постановки. Без всей постановки. А сам заявник Макаров, он вважает принимать участие? Потому что у него так же не было ни заявок, ни... Ну, на первый час, речь в том, что у него есть трудно, что он скинул и ромб. Это не сейчас еде, а сейчас запизняется на... Так он запизняется. Так он запизняется. А сколько нужно? У вас есть связок? Можно я? Нет, нет, нет. Зараз это информация в судном заседании, это не предбачено. Если у вас есть информация, скажите. Чи, возможно, мы оголосим невеличку перерыву? Почекаем, пока пройдет заявник. И, возможно, за этот час появится прокурорская встреча? Так, так. Вы и так не заберете? Сколько времени нужно, чтобы... Ну, около 15, он сказал. Давайте, мы около 15 надо будет. Которая година? 10-40. 10-40. Сколько 15? 10-15? Да. Ну, я запланировал на это заседание уже больше часа, чем много раз. Тому я пропоную, давайте 15 минут. Почекаем. Так. И, возможно, кто сделает это? Может, еще раз в телевизорном режиме не можно подзвонить слідчим и прокурору? Ну, я не знаю, кто слідчил. Я не знаю, кто слідчил. Справа в том, что мы делали виклики и телефонограмы на их официальное приймание, где это. У нас навіть невидимо... Якщо приймалось решение слідчим и прокурор затвердо, то мы навіть не знаем, кто этот прокурор. У нас навіть нема кому телефоновать. Мы не маем такого возможности. Мы давайте голосом перервим. 15 минут. Почекаем. И за 15 минут. Можливо, кто же сделает это. Ни. Мы будем решать вопросы за руководством пункта всех участников. Что делать с этой справой? Звольте? Так. Перервать. 15 минут. Пожалуйста, ваше посвящение. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста.